Забытые сражения В школе номер три собрались юные и взрослые конкурсанты. Их приветствовали члены жюри и участники клуба исторической реконструкции Рязанского медуниверситета, которые также интересуются событиями давних лет. Поисковая отряда «Рязгмулдолг» занимаемся мы как поисковой деятельностью, так и военной исторической реконструкцией на территории Рязанской области, на территории областей Подмосковья, Московской области, Каужской области, Тверской области и других. Выставка делится на два зала с работами взрослых и детей. Свои модели и военные исторические миниатюры представили авторы из Рязани и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Борисоглебска, Волгограда, Кинишмы и других городов. Среди экспонатов модели самолетов, поездов, танков и другой военной техники, а также композиции с миниатюрными солдатами на тему различных сражений. Главное для каждого мастера сделать свою работу максимально похожей на реальную технику или сцену боя. Моделисты воспроизводят гарь, пыль, потертости и другие особенности. И все эти детали мельчайшие. Вы же видели на выставке, то есть есть фигурки, которые 2 см в высоту, а там даже зрачки на глазах. Это очень сложно сделать. И у каждого автора свои секреты. Точно так же это касается и техники производства, точнее воспроизведения пыли, грязи, сколов на технике. Ведь если просто собрать модель из коробки и покрасить ее, она будет больше напоминать игрушку. Копийную, масштабную, но игрушку. А на настоящей модели есть все следы боевого самолета, следы бывалый танк, грязь, копоть. Это очень сложно сделать и не всегда у всех получается с первого раза. В экспозиции есть место и самым необычным фигуркам. Богатырям, солдатам всех войск и даже космическим воинам из фантастических книг и игр. Одна из самых необычных миниатюр выставки. Работа мультипликатора, создателя мультфильма «Кот Леопольд» Вячеслава Назарука. Он трудится над серией «Маленькая армия на столе». Мы видим на стендах танки советские, практически полную линейку. Танки стран противников, Германии, Италии. И это как наглядное пособие, по которому можно изучать историю. То есть есть конкретная привязка к историческому периоду. Более того, многие моделисты делают не просто безликий танк, допустим, Т-34 или германский «Тигр». Они делают конкретную машину конкретного экипажа, воевавший в определенный исторический период. И здесь уже они изучают достаточно много материалов фотографических, для того, чтобы полностью идентифицировать эту машину и сделать ее похожей. Это самолет И-5, создан в КБ Николая Николаевича Паникарпа. Это один из первых самолетов отечественной разработки, который был действительно на мировом уровне. Я не хочу говорить, что это был великий самолет, что равных ему не было. Но, тем не менее, такой средний середнячок, то есть, скажем, в случае военных каких-то конфликтов, вполне достойно мог дать отпор любому своему оппоненту с западных стран, тех же там Англии, Америки. Многие моделисты не ограничиваются готовыми наборами и с нуля создают собственные мини-копии техники. Роман Самохвалов из Волгограда выбрал для исполнения уникальный грузовик с кузовом тепловоза. Эта машина перевозила ракеты и могла работать как передвижная электростанция. Модель сделана по чертежам из интернета и фотографий, из бумаги, пластмассы и смолы. Вот увлек меня вот этот странный тепловоз на шасси БЗКТ-7919 с кузовом от тепловоза М62. В одном экземпляре его построили. Немножко испытывали, потом забросили. И так он до сих пор на задворках в бронницах стоит, ржавеет. Экспозиция будет открыта для посещения до 14 апреля. Ежедневно с 12 до 19 часов. Вход свободный. По субботам организаторы планируют проводить мастер-классы и конкурсы. Подведение итогов и награждения состоятся 15 апреля в 12 часов в Доме общественных организаций. Участники юниора получат призы, а взрослые моделисты – сертификаты на приобретение новых материалов для своего хобби. А это значит, что 10-я выставка соберет еще больше интересных и достоверных работ. Следующая выставка у нас будет юбилейная, 10-я. И мы хотели бы обратиться к моделистам города Рязани и Российской Федерации, что на юбилейную 10-ю выставку мы ждем чего-то особенного от вас. Постарайтесь нас удивить. Каждый раз, когда мы проводим выставку, кажется, что совершенству уже нет предела. Но наступает новый год выставочный и выясняется, что моделисты создают работы, которые превзошли прежний уровень. И, казалось бы, то, чего не может быть, уже создано. Но мы понимаем, что в следующем году они создадут что-то еще более эпохальное и шедевральное.